Поехали. Привет всем, добро пожаловать обратно. Варлок проходит с Лайзи Спайр, 20-е возвышение. Всё пытаемся взять, всё не можем. Почему? Хм. Вопрос, который философы задают себе уже тысячу лет. Почему? Сначала посмотрим этаж. Так. Хм. Если мы не пойдём на элиток вообще на этом этаже, то у нас будет очень много костров. Есть путь через три элитки, это смерть. Мы здесь умрём на этом пути, без вопросов, по-любому. Поэтому мы туда не пойдём. Что я решил для себя в Спайре? Во-первых, нам очень-очень-очень важно покупать ключевые реликвии в магазинах. Поэтому мы в магазинах больше не будем тратить на карты. Йоу, наконец-то, это очень хорошо в начале. Мы больше не будем в магазинах тратить деньги на карты. Я серьёзно. Мы будем тратить деньги на покупку ключевых, так называемых, реликвий. Реликвий, которые нужны для победы. Например, таких реликвий, как... Как... Хюрикен. Веер. Ещё что-то такое. Потому что... Мы его не убьём, да? Ну и чёртся им. Мы убьём его на следующий ход. Синфосотка. По-моему, это одна из моих больших проблем. Это неумение... Неумение пользоваться золотом в этой игре. Так, 10 урона плюс 6 от яда. Мы можем убить одну из них прямо сейчас. Альтернативно мы можем сыграть... ...оборону и сэкономить зелье на элитку. Хотя элиток у нас не будет. Получить 6 урона. 6 урона это немного. Наконечник пера активен. Следующая атака наносит двойной урон. Внимательно следим за наконечником пера. Не тупим с ним. Мы взяли воспламенение. Йоу, слабое место тут же. Это очень хорошо. Всё, у нас есть вся сила, которую мы хотим. Другая сила нам, в принципе, уже не нужна. Если апгрейдить, то, наверное... Наверное, слабое место это наш первый апгрейд будет. Карты. Само сгорания не хочу. Проломить не хочу. Сожаления, очень не хочу. Проломить не нужен. Спасибо, благодарю вас. Стальная волна. Стальную волну я бы взял, кстати. Ммм, в отношении я бы взял. Но не судьба. Твич-мод включай. Да какой твич-мод, чат? Мы играем 20-е возвышение. О чём вы? Варлак, у меня была мега-имба. Абонемент и курьер. Короче, закупился и купил скверную ветку. Короче, я был в шоколаде. Да, такие комбы они рулят. Безбожно. Здесь я с тобой соглашусь полностью. Быдлокод, это код, который трудно читать и поддерживать. Например, когда при добавлении нового функционала вместо добавления одного класса изменяешь десятки строк кода в разных местах. Быдлокодерство, излюбленное занятие инди-разработчика, Йоу, Игореус, спасибо тебе огромное за донат за целых 32 сердечка вам. Спасибо тебе, большущий чувак. Слушай, спасибо за... За то, что научил терминологию. Буду знать. Ну, я так подозревал, что это что-то похожее значит. Ну, я думаю, что в ганджине примерно вот эта проблема как раз и есть. Так. Вы мне не нравитесь, пацаны. Вообще не нравитесь. Полностью. Мы бы убили грибного паразита, между прочим, сейчас. Чё-то я тупанул. Жёстко тупанул. Вообще жёстко тупанул. Шесть урона лишнее. Которые нам не надо было получать. Не всегда надо сначала делать добор. А потом всё остальное. Спасибо, наконечник пера. Ты вовремя. Почти. Парное оружие, рывок в пекло, стальная волна. Меня подмывает взять рывок в пекло, потому что у нас наконечник пера. Нам дешёвые атаки рулят. Насколько уголокружения это плохо? Мы его никогда не берём. Время испытать. И, может быть, даже улучшить его. Нет, надо улучшать сейчас силу. В общем, у нас есть сила. И это хорошо. Пояс для зелий есть. Это очень хорошо. Мы можем, кстати, на элитку здесь пойти. Вот после неё костёр будет. Давай быстрее ко мне, пока Депа не пришла и забег не испортила. Дону, спасибо тебе огромное за донат целых 32 сердечком. Спасибо тебе большущее. Хорошо, мы к тебе придём, Дону. Не волнуйся. Всё будет. Гарантирую. Так, 14 урона раз. Здесь 13 урона. То есть мы не убиваем. У нас есть 13 блока. Мы можем нанести ещё 13 урона сюда. А, если мы нанесём 13 урона сюда, смотри. На следующий ход мы вытащим удар. Сто процентов добьём одного часового. И у нас ещё будет два блока, чтобы заблокировать урон. Это прекрасно. Раз, два, три. Чудно. Не знаю, зелье здесь, может быть, была лишняя трата. Но... Да нет, нормально. Зелье сэкономило нам здесь, ну, 6-7 здоровья точно. Это... Возможно, это один апгрейд. Так, вы мне надоели, друзья. Мы ещё больше головокружения себе добавляем этим навыкам. Но он бесплатный, блин. Наконечник пера провтыкаем. О, чёрт с ним. Ну, ё-моё. Не везёт, так не везёт. Узорчатый веер. Огонь. Просто огонь. Облик демона. О-о-о. Не лишка ли по силе облик демона? Может ли облик демона быть лишкой? Вообще вот. Если реально смотреть на вещи. Это одна карта, господи. В крайнем случае мы её не будем играть. Да и горя на синем пламенем. То есть сила нам уже не нужна. Что нам нужна? Это якорь, я думаю. И гнев. Больше бесплатных карт, больше силы. Больше проков взорчатого веера. Колесо, пожалуйста. Пожалуйста, колесо. Будь добро ко мне. Это очень круто. Вопрос, что убрать. Может быть даже обычную оборону. Можно убрать, проломить. Но у нас другой уязвимости, чтобы заменить его нету. Убирай облик. Облик медленно. Не знаю. На боссах облик супер. К тому же у нас есть якорь, чтобы его в первый ход сыграть. Я думаю, может быть оборону надо убрать. Наоборот. Убери облик, если энергия не выпадет на боссе. Вот, кстати, вариант. Облик можно, если что, потом убрать, если нам не выпадет энергия. Но я надеюсь, что... Я надеюсь, что выпадет. Я убираю оборону. Я действительно думаю, что оборона нам не нужна. Так, 10 блока на шару есть. Спасибо за силу. Понятно, что в таких боях, например, нам на облик пофигу. Но это не значит, что нам на него всегда пофигу. На боссах он нам нужен будет. Йоу. Обожаю этот ход. Прекрасный ход. Просто чудный. Раз. Два. Три. До свидания. Металлизация. Скорее, тить мечи. Железная вэль. Вэля. Железная вэля. Железная воля. Металлизацию я хайл какое-то время. У нас будет возможность ее сейчас улучшить. Сразу. Что нам другое улучшать? Я думаю, особо улучшать нечего. Тоже медленно. Тоже нужно как бы... Иметь возможность... Сейчас бы облик не сбросить. Нет, облик не сбросили. Тоже нужно иметь возможность ее разыграть. То есть нужна энергия, теоретически. Но... Слабое место металлизация или облик сейчас? Атаки мы не хотим играть. Металлизация нам сэкономит здоровье сейчас. Ну, как не хотим играть? Все равно 13 урона стоит ради того, чтобы получить 4. Может быть, с металлизацией я гоню. Честно скажу вам. И облик, который я брал специально для боссов, я здесь, естественно, не использовал. Окей, здесь я дамажу. Он под уязвимостью. Плевать. Мы его сейчас можем убить, да? Нет, убить мы его не сможем. Убьем ли мы его на следующий ход? Да. Должны. Два по 17. 17 плюс 17. 20. Ой, господи. 24. Мы его убиваем сейчас. Поэтому бум. 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 Норм. Отлично. Первый этаж прошел шикарно. Второй ублик, демона лишняя. Непробиваемость. О, рунический купол. За что? Ну, глаз с меком мы не можем брать. Ящик Пандоры слишком стрёмно. Это забег с руническим куполом. До свидания. До свидания, всё. Вот и энергия. Не совсем та энергия, которую я бы хотел. Нам очень нужна энергия. Нам писец, как нужна энергия. А мы без неё бы ничего не сделали. Так. По-любому элитка идёт. Ну, и элитка, которая между двумя кострами наша. И потом мы можем остальных обойти. Хотя мы, возможно, хотим на них поохотиться. Погнали. Добрый день. Спасибо большое, кстати, Вееру. За то, что он есть. Если он нам не очень помог, то всё равно. О, он не атакует. То есть, я только что зря использовал. Порядок действий. Порядок действий не тот. Как обычно на избранном. Как, блин, всегда. Трэш творится полный. Нам надо сейчас урон пропускать. Для того, чтобы у нас не было 50 тысяч головокружений на следующий ход. Пожалуйста, игра. И вот один бой с избранными нам писец. Просто всё полностью испорчен. Мы его убьём сейчас. Но это было жёстко. Таран, металлизация ещё одна. Таран улучшенный. Жирно. Если зелья и хилки есть, я возьму. Зелья и хилки нету. Есть увеситый клинок. Я обещал не покупать... Не покупать карты. Но камон. Нам нужно увеситый клинок в качестве финишера. Потому что без него я не знаю, как мы будем убивать боссов. И, наверное, ещё одна ерунда для защиты. Ну и поскольку у нас есть... Урон. Я улучшу все карты удара и обороны. Это прекрасно. Лучший день в моей жизни. У нас есть шанс сейчас. Реальный шанс. Хилку, пожалуйста. Это вообще не хилка. Даже примерно не хилка. Даже близко к хилке это не валялось. Ничего. Он умер, когда взял купол. Мы выигрывали с куполом. Не надо тут. Ля-ля. У нас были забеги, где купол тащил. Ну, не конкретно за счёт того, что не видишь врагов. А за счёт того, что это купол. На следующий ход мы наберём много силы. Я думаю, здесь нам облик не нужен. Мы хотим здесь дамажить. И получать дополнительные эффекты от узорчатого веера. Дополнительную защиту. А вот теперь мы можем повеселиться с силой. Раз. Проломить таран. Тараном вытащить на следующий ход. Увесить ты клинок и добить его. Ау! Больно. Слишком много силы. Стальная волна это защита хоть какая-то. Так, ну что. О, стоп, 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 стоп. Мы можем не идти здесь на элитку. И я с радостью не пойду на неё. Вообще с радостью. Даже на секунду не задумаюсь. Так. Ерунта. У нас обороны уже улучшенные. Мне кажется, у нас хороший сейчас баланс защиты и атаки. Нам, возможно, больше и не надо. Всегда можно удалить обычный удар, но зачем? Можно рыбок в пекло удалить. Вот. Он уже нам не нужен. У нас есть энергия. А он нам портит колоду. Здрасте, ребят. Очень рад вас видеть. Прямо счастлив. Не поверите, как. Что он делает? Там два костра и две элиты. Во-первых, мы теряем здесь один костёр. Вот так. Но я не думаю, что мы хотим с этими элитками драться. Я реально думаю, что мы не хотим с ними драться. Убьём центуриона. По-моему, мы сейчас убиваем центуриона. Так. 28 урона, да. Так. И тараном... Гнев. По идее, жрицу тоже завалим. Да, мы её 10 раз завалим. Йоу, ещё один увеситый клинок. Улучшенный. Прекрасно. Чайный сервиз не так прекрасно, но тоже нормально. Вот этого чувака валим первым. Пофиг на птичку. Горяна синим пламенем. Избранного надо убить прямо сейчас. Вчера его надо убить ещё. Как плохо жить без силы. Следующий ход. Ваншот избранному. Пожалуйста. Не будет. Спойлеры. Ваншота избранному не будет. Но... Следующий ход будет. Ау. Ау. Не будет. Не будет. Пять, шесть, шесть. Я ненавижу эту игру. О, мы силу провтыкали. Писец. Птичка отбафанная. Восемнадцать урона. Что за жесть? Птица, иди нахрен. Мы её убили. А вы говорите, блин... Иди на... Элиток. Какие элитки? Нам бы дойти до босса и как-нибудь его завалить. Нееет. Мы умрём. Мы просто умрём. И даже не успеем... Пискнуть. Пискнуть. Ну, когда не везёт, то не везёт. Минус двенадцать здоровья. Сейчас они бьют по девять. То есть на восемнадцать. Мы, в принципе, можем непробиваемо сейчас не играть. Но я не думаю, что это как-то зарешает сильно. Тридцать пять, сорок девять урона. Ты мёртв? О, ты тоже мёртв. Фу, наконечник пера. Спасибо тебе, наконечник пера. Ты такой классный. Вообще. Дайте мне хилку. Нет, хилку! Хилку. Хилку. С-с-с. С-с-с. Я не знаю. У нас нет шансов на автоматоне. Вообще нету. А никаких. Не повезло в некоторых боях. И до свидания. Ну, единственное, что облик демона на шару. В самом начале. Может быть, как-то так. Из-за него. Чё-нибудь затащим. Или есть непробиваемость. Придёт, когда он будет делать мега-атаку. Класс. Забрали мои карты. Любимые. Козлы. Так. Двадцать три плюс двадцать. Сорок три урона. Ну, каждый раз совсем понтов не хватает. А если вот так, это будет сорок пять. Всё равно не убиваем ни одну сферу. Тогда так. Так. И знаешь что? Давай мне ещё одну барону. Глупо. Стальная волна даёт тоже защиту. Пятнадцать. Шестнадцать блока. Всё ещё не мега-атака, но... Сейчас что ли у него мега-атака? Или нет? Или я путаю? Так. У нас наконечник пера активен. Оооо. Так. Что нам нужно? Нам таранам нужна... Защита на следующий ход. То есть... Оборона. На этот ход ещё прокнуть веер. И надо было воспламенение, конечно, раньше сыграть, но это не так решает. Нет, вот сейчас будет мега-атака. Но мы вытащили защиту, ничего не могу сказать. Здесь я могу только поблагодарить игру, что она её дала. Это всё равно не факт, что мы его порвём. Сейчас он должен отдыхать, по-моему. По-моему, он сейчас ничего не делает. Да. И вот следующий ход. Теперь он снова атакует. Тут два удара по 20. Что-то такое. То есть, либо мы его, либо он нас. Мы его. Есть. Получилось. Да чё вы мне этот облик демона? То идёт 10 забегов, где... Где облика демона нет вообще. То в одном забеге 3 облика демона. Играй, серьёзно. Ну, камон. Баррикада, ну, уже слишком медленно будет. Не, ну это не билд на баррикаду. Даже со всеми стальными волнами. Это не он. Здесь мы просто пропускаем. Я думаю, что берсерк нам не нужен. Берём пятую энергию молотом. Не то, чтобы она нам нужна. Но... Пончик и ромбик. Да, это они. Но ковать мы в лагере тоже ничего не будем. Поэтому. Так, путь я наш вижу. Погнали. Раз, два, три. Слушай, сколько раз наш наконечник пират затащил в этом забеге? Примерно миллион. Бомбовая штука. Отлично подходит для того, что у нас есть здесь. Пять энергий решают. Я сейчас обращаю внимание, что пятая энергия для нас. Как раз в тему. И с пятёркой энергии тот же огненный барьер тоже пойдёт. Надо просто переставать добавлять дальше карты. Метализацию. Удар. Забираю удар. Я проклятие не буду брать. Мы в магазине лучше на что-то другое потратим деньги. Дону и Дека. Против них какого тьмы бесполезны. Что не бесполезно против них, это комбинация древней зелестероиды. Это плюс пять силы до конца боя. Это прекрасно. Просто прекрасно. Так, вот эти ребята. Проломить. Стальная волна. Стоп. Ран сюда. Берём. Проломить на следующий ход. И удар сюда. Наконечник пера действует. Если клинок, то пофиг. Пофиг на наконечник пера. Ищи добор, у тебя кроме облика ничего толкового нету. В смысле? Ерунда. У нас добор это ерунда. Если я увижу хороший какой-нибудь добор, я его возьму. Не сомневайся. Сюзанна, ты Сюзанна или Варлок? Я лорд, повелитель вселенной. Максимилиан третий. Семь защиты. Блин. Ну, мы здесь урон получим в любом случае. То есть, 15 урона. Типа. Если не получим, то он, скорее всего, сейчас нас проатакует и ударит сильнее. Мы можем рассчитывать на то, что он не атакует. Сейчас обаффается. Сыграть облик. Он атакует. Пять. Можно снова рассчитывать, что он не атакует. Попробовать сэкономить. Не атакуй. Он не атакует. Прекрасно. И вот теперь. Ерунда раз. Ерунда два. И ваншот. Ну, мы сэкономили здоровье. Рывок, рассечение, неистовый удар. Хотя рассечение на донной деке, в принципе, неплохо. И оно улучшенное. И знаешь, я себя уговорил. О, этого чувака ослабили, между прочим. Он сейчас не такой жирный, как был раньше. Ну, в смысле, его... Его скилл наносит не... Его скилл наносит не 15 урона, как раньше, а всего лишь 12. Намного лучше. Гнев, удар, таран. Тараном давайте мне... Мы его сможем с ваншотить весь с этим клинком? Я думаю, что да. А, ну, с кончиком пера 100%. До свидания. Вот так нам надо донную деку убить. Так, эксгумация для чего-то требуется. Вообще не для чего. Двойной удар я не буду добавлять. Так все устраивает. Мы могли бы на элитку здесь пойти. Мы все равно коваться в лагере не можем. То есть у нас полное здоровье. Нам нет смысла экономить хелс. Это она. Та самая дура, которая заканчивает наши забеги периодически. Прям вот регулярно, я бы сказал. Так, раз. Стоп. Я ружда сначала. Два. Три. Но сейчас у нас был массовый дамаг. Я очень рад, что рассечение взял. Хотя это долго так продолжаться не может. Тут не поспоришь. Так, как нам это лучше сделать? Раз. Два. Три. Четыре. Перетаскиваем рассечение. Ау. Коза. Я надеялся, что она будет призывать. Она сейчас призывает или атакует? В любом случае, мы ее хотим убить раньше, чем нам потребуется. О, как приятно. Так, 43 урона. У нас там, конечно, переактивен. Вы всегда атакуете, насколько я помню. Так. Раз. Два. Я все еще пытаюсь контролировать это дело. Не давайте ей призывать сто пятьсот врагов. Получается плохо пока что. 16 плюс 16 плюс 14. Мы ее не убьем. А вот так мы ее убьем. 49 плюс 16. 59. 65. Плюс... О. Варлок, считай. 49 плюс 16. 59. 65, да, всё правильно Плюс Ещё 16 Это 70 81, серьёзно, да? Не хватает одного дамага А не можем ли мы активировать наконечник пира на этот ход? 5, 6, 7, 8 Не можем Хм Так План Б Использовать стероиды Я знаю, что я хотел их скопить на финального босса, но не буду рисковать Нахрен К тому же мы только что смогли положить облик демона к себе в финальную руку Ещё одну ерунду, пожалуйста, дайте мне в колоду Головомка Прекрасно Йоу Походу это может сработать Я не хочу пока что, я не буду ничего говорить У нас всё равно ещё есть дели проворства Так что мы Ты такуешь? Нет У нас есть дели проворства, так что мы можем плюс 5 ловкости к себе получить Это тоже очень хорошо Детализация Эээ, давай мне непробиваемость, пофиг На всякий случай О, всякий случай был идеален Просто идеален Так, конечник пира Иди к папе Прекрасно Прекрасно Просто чудесно Спасибо большое Что нам надо Йоу, давай мне реликвию Снимем с дону из деки по стаку Может было ключ выкопать? Ну, какая разница Мы всё равно ничего не сможем с этим сделать Золото Ноль Ну, не знаю Давай мне ключ Для прикола Ну что, погнали Дону из дека Лучше бы вот это оставить на второго босса Но, знаешь что Меня дону из дека пугают Поэтому Так И В принципе Мы все остальные карты Можем сразу разыгрывать Так Так Защита По-моему Я на конечник пира Только что неправильно использовал Но Ладно Непробиваемость Можно не ждать Эм Насчёт избиения Вот с ним мы подождём Не будем торопиться И пошла жара Самая жаркая жара Раз Два Три Четыре Сейчас нас пробьют Гарантированно Но Мы уже хорошо стоим На ногах Опять же убить донуг Можно быстрее Но при этом не забывать про блоки Раз Металлизацию не будем Не будем играть Я думаю не нужна Да И нам нужно Три Три атаки сыграть Раз Два Три Раз Два Неправильный порядок Действий Мы могли Убить Дону Но из-за того Что я лох Мы его не Убили Мы могли Наверное не получить А знаешь что Можно было зельем Добить дону Не получить Три урона Но это зелье Может пригодиться Где-нибудь в другом месте Сейчас атакует Дека Правильно Правильно Дону мертв Еще Почти Двадцатка урона Песец Так Сейчас он Отдыхает Поэтому Так Будет еще Один босс После этого Скорее всего На нем Мы умрем Я не совсем Вижу Как мы убиваем Еще одного Босса Здесь Ну ладно Так Сколько Веер Еще надо Две Атаки Раз Два Ммм Оборона Дает Тринадцать Защиты Все-таки Поинтереснее Будет Теперь Дека Отдыхает И вот Теперь Мы его Гасим Гасим Так Как Не гасили Еще никого Он Мертв Так Дека Мертв Идон Мертв Мы съели Пончика Пробужденный То что Нужно Без Облика Демона Мы не Можем Играть Он нам Нужен Необходим Воспламенение Нельзя Делать Энергию Нам Здесь Не надо Тратить Энергия Может понадобиться На следующий ход Но скорее всего На пробужденном У нас шансов Нету Но если бы Мы там Не заюзали Защиту Мы бы Не затащили Я уверен Раз Два Три Пропускаем Зелья Я все еще Буду экономить Оно Нам может Зарешать Все Вот Металлизацию Не надо Играть Вот что Точно Не надо Играть Можем ли мы Сделать Наконечник Пера В этот Ход Раз Два Три Четыре Нам нужно Пять карт Сыграть Мы С зельем Можем Сделать Наконечник Пера Убьет ли Рассечение Его с Наконечником Пера Нет Поэтому мы делаем Вот что Сначала Рассечение Раз Теперь Удар Два Таран Три Тараном На следующий Ход Перетаскиваем Наверное Защиту И так ли Нам нужен Наконечник Пера Здесь Вот реально На увеситый Клинок Или нам Выгоднее Оборону Сейчас сыграть И Избиение Избиение Вообще Не стоит Играть Я знаю Что нам Надо Избиение Стоит Оставить На вторую Фазу Если мы Все-таки Как-то Затащим А мы Не Затащим Избиение Да Я хотел сказать Нам нужно На вторую Фазу Чтобы Его Сваншотить Если Что Это Выглядит Все Менее Правдоподобно Со Временем Фак Не нужно Было Там Использовать Эту Штуку Сейчас Мы Его Уже Можем Убить Легко Каковы Шансы Его Сваншотать И На сколько Он Вообще Тут Бьет На 50 Чуть Чуть Не Хватило Реально Мы Могли Что Нам Нужно Было Это Избиение Избиение Я бы Его Сваншотал У нас Сколько У нас Силы Было Что-то Там 30 С чем-то Силы 35 Силы Например Плюс 2 Умножить На 4 148 Ну Не Сваншотало Под уязвимостью Сваншотало Если Мы Проломить Сделали А потом Избиение Шанс Был Очень Хороший Мне Понравилось Отличный Забег Дошли До Последнего Последнего Босса Я полностью Доволен Эх Было Близко Я Артем Спасибо Тебе Огромное За Донат Целых 100 Спасибо Тебе Большущее Это Очень Хорошая Помощь И Очень 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 Сильно Мне Помогает И Было Близко Ты Прав Надеюсь Вам Понравился Этот Забег Если Это Так То Нажимайте На Кнопку Лайк Это Будет Огромная Помощь Хотите Смотреть Еще Конечно Подписывайтесь И Нажимайте На Колокольчик Ну А я Благодарю За То Что Вы Смотрели Это Видео И Увижу С Обязательно С В В Следующий Раз Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует